Продолжаем следить за биржей и завтра наконец начинает открываться потихонечку биржа и она начинает открываться в секции УФЗ по крайней мере. Что делать? Давайте попробую немножечко дать информацию о том, что же делать завтра на мой взгляд. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Вот официальное сообщение с московской биржи, с телеграм-канала московской биржи. Сейчас вы видите его. Московская биржа 21 марта 2022 года возобновляет торги на фондовом рынке по облигациям федерального займа в скобках УФЗ. Соответствующее решение принял Банк России. Торги УФЗ пройдут по следующему регламенту. Слушайте внимательно. С 10 до 11 часов, то есть в течение часа, с 10 до 11 пройдет аукцион-открытие по всем выпускам УФЗ 55 выпусков. То есть все, что торгуется. Аукцион-открытие. С 13 до 17 часов торги будут проходить в режиме основных торгов на основании адресных заявок в режиме РПС-ЦК. Будет установлен запрет коротких продаж. В ходе аукциона-открытия участники рынка и их клиенты будут иметь возможность выставлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг. Определение цены аукциона пройдет по окончанию периода сбора заявок в последние 30 секунд по алгоритму, предусматривающему максимальный объем исполнения встречных заявок. Подробнее о механизме проведения аукцион-открытия облигаций можно прочитать на сайте московской биржи. Торги иными облигациями будут проводиться с 10.00 в режиме адресных сделок. То есть не будут проводиться. Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на денежном рынке с 10 до 19.00. Здесь все продолжается. С 10 до 18.45 на срочном рынке тоже продолжается то, что и было до того. Ну, давайте еще раз. Значит, что такое аукцион? Смотрите, да, будет установлен запрет коротких продаж. Ну, это значит, что нельзя шортить. Но облигации федерального займа в принципе шортить нельзя, поэтому здесь ничего нового. То есть, если у вас этих облигаций нет, то вам их и не дадут продать в шорт. То есть нельзя их взять в долг и продать. Ну, это общие условия. Вот, теперь что такое с 10 до 11.00 часов аукцион? Это значит, что принимаются заявки на покупку и на продажу облигаций федерального займа. Причем, интересно, что принимаются заявки не только от резидентов, но и от нерезидентов. Ну, что я могу сказать в этом смысле? То, что у нерезидентов этих облигаций федерального займа не так много. Не так много, но они есть. И поэтому я думаю, что завтра ожидать каких-то резких движений не стоит. И торопиться что-либо делать не стоит. Ну, если только вам не нужны сильно деньги. Вот, напоминаю, что облигации это, в принципе, самый такой близкий аналог к депозитам. Вот, и сейчас многие думают, вот спрашивают люди, там, типа, положите, вот у меня знакомый, да, положить на депозит, там, размер 20% годовых, 23% годовых. Или не надо деньги, или что с ними еще делать. Ну, смотрите, я думаю, что депозит, в принципе, это лучше, чем ничего, конечно же. Вот, но лучше, конечно, купить ОФЗ. Потому что, смотрите, почему. Потому что депозит даст вам доходность до вот этих 20-23% годовых, до 23% годовых сейчас банки дают доходность. Но на очень-очень ограниченный срок. То есть, там, на полгода, по-моему, на год уже даже не дают. То есть, на полгода только можно положить свои деньги вот под такие достаточно высокие проценты. Это лучше, чем ничего. Ну, а на облигациях можно точно будет сделать такой же процент, примерно такой же можно будет сделать процент буквально завтра. Но уже на более длительный срок. Поэтому у меня многие спрашивали, расскажи, какие конкретные облигации стоит покупать. Ну, как бы, я могу сказать только на мой взгляд, какие. Ну, я смотрел других экспертов, значит, там, Когана, еще кого-то, кому я доверяю. В общем-то, они говорят, что сейчас облигации находятся в состоянии инверсии. То есть, экономика, это, ну, как бы, говорит о том, что экономика несколько падает. И в этом смысле наиболее перспективно вот они советуют брать пятилетние или семилетние облигации. Что это значит? Давайте сейчас обратимся к терминалу КВИК. Вот сейчас вы видите КВИК. И я отсортировал таблицу со всеми облигациями, которые есть в торгах. Вот они. Вот вы видите сейчас. И 5-7 лет, это сейчас 2020 год. Сейчас, ну, где-то сколько там, 20 марта, это, значит, ну, можно сказать, конец марта. Значит, 5-7 лет, это 2022 плюс 5, это 2027 примерно. То есть, смотрите, вот то, что раньше, ну, можно рассматривать, но это будет раньше, сроки погашения. Вот я отсортировал их по сроку погашения этих облигаций. Давайте смотрим, значит, июль 2022 года, июль 2022. Ну, значит, там, ноябрь 2022 и так далее. Дальше, смотрите, купон, доходность. Доходность очень интересна. 13-34% годовых, 12-97, 13-22, это доходность по последней сделке. То есть, облигации, напоминаю, что у них есть купонная доходность и есть доходность по последней сделке. То есть, текущая доходность. Текущая доходность вот здесь по последней сделке, когда биржа еще работала. Сейчас биржа не работала очень долго, поэтому здесь доходности будут сильно выше. То есть, облигации очень сильно упадут в цене. Ну, вот вы видите зеленый график, это облигация, моя облигация, РУС-28, это валютная облигация. Вот видите, это цена на эту облигацию, она упала в цене очень резко. И, соответственно, сейчас у нее доходность сильно выше, чем та, что была. Ну, то есть, я сейчас, по ней какой-то убыток, наверное, фиксируется. Но я ее не собираюсь не продавать, а может быть даже докупать. И эта валютная облигация, она в долларах. И я буду ждать, конечно же, когда будут открываться, ну, торги по именно валютным облигациям. Там более интересно все будет, и там можно будет получить намного более интересные инструменты, намного интереснее вложить деньги. Поэтому я рекомендую сейчас, если вы вот не хотите прямо сейчас вкладывать ничего, то, в общем-то сказать, я рекомендую, ну, просто посмотреть, какие доходности будут. Напоминаю, что сейчас ставка Центробанка в районе 20% годовых, то есть ровно 20% годовых, ставка рефинансирования. И эксперты ожидают, что примерно такую же доходность будут давать и облигации федерального займа. Но эта доходность, вот если вы покупаете облигацию прямо сейчас, то эта доходность гарантируется вам, вот если вы ее будете держать, до погашения. То есть если инфляция будет снижаться, а многие верят, что она будет снижаться, и кривая доходности облигаций говорит о том, вот инверсивная, что она будет снижаться. Поэтому чем более длинные сроки облигации вы возьмете с хорошей доходностью, тем лучше, потому что потом, когда инфляция начнет снижаться, каждый процент снижения инфляции будет вызывать рост цены облигации примерно на 7-8%. То есть вы берете, скажем, облигацию, десятилетку с доходностью, скажем, 17-18%, и если инфляция уменьшилась на 1%, там с 20%, грубо говоря, до 19%, то, соответственно, эта облигация должна подняться в цене. То есть там доходность сильно увеличивается. Поэтому советуют брать доходности с дальними сроками погашения, но оптимально, вот говорят, 5-7 лет. Соответственно, давайте смотреть, какие это облигации. Соответственно, мы уже прибавили 2022 плюс 5 от 2027. Вот они, выпуски, которыми можно интересоваться. Но я повторяю, что мне, я не буду, скорее всего, здесь никаких движений делать, потому что я буду ждать начала торгов облигациями валютными. Вот, мне это более интересно, потому что они позволят зарабатывать, ну, в долларах. Хотя доллары до 0,9 сентября – это не доллары совсем. Это все равно рубли по какому-то странному курсу. То есть здесь еще тоже бабушка на двое сказала, может быть, стоит и в рублях что-то взять. Вот, ну, давайте смотрим. 2027 год. Смотрите сюда внимательно. ОФЗ 26,207. Так, размер купона 40. Ну, размер купона меньше всего, интересует. Значит, есть текущая доходность. То есть, да, вот еще есть один такой момент – минимально возможная цена. То есть ниже, чем эта цена, вы просто, ну, биржа не принимает заявки. Я не знаю, может быть, вот эта минимально возможная цена будет сдвинута, но, скорее всего, вот будут по минимальной цене 79,55,60, по минимальной цене эти заявки выставляться. Ну, посмотрим, что будет просто на открытии. Я, может быть, даже в прямом эфире завтра постараюсь это сделать. Вот, значит, следующее. 29,007. Смотрим. С погашением в марте месяце 27-го года. Значит, вот следующее очень интересное ОФЗ. Вот вы видите, что здесь ноль. Дальше. Через несколько штук – ноль. Через несколько штук – ноль. Через несколько штук – ноль. Что это за облигации? Смотрите, вот я поинтересовался, почему там ноль стоит доходность. Дело в том, что эти доходности с плавающим купоном. И плавающий купон, он определяется по ставке руония. Это ставка, ну, межбанковских каких-то вот кредитов, которые, ну, ставки между собой по овернайту идут, средняя ставка. Вот, и там, ну, с каким-то она то ли дисконтом, то ли, наоборот, надбавкой определяется за последние 7 дней. Я прочитал вот так вот. Ну, я думаю, что мы ее просто не будем рассматривать, потому что сейчас более интересно с фиксированной ставкой, то есть с гарантированной доходностью, если вы ее держите до погашения. Вот, поэтому, значит, 29.007, 29.020 мы не будем рассматривать, 26.232, ну, вы видите, давайте я просто вот те, которые с нулевой доходностью, я просто отключу и все. Значит, фильтр включен, условия фильтра, вот так, больше нуля. вот так, мы их удалили, вот, поэтому теперь смотрим. 26.207, 29.007, 26.232, 26.212, 52.002, ну, и так далее. Вы сейчас вот их видите, и все, что ниже, я думаю, что, в общем, можно брать, можно смотреть, если вы на аукцион выставите эту заявочку, там, с хорошей доходностью, то, в принципе, почему бы не взять, если вы просто хотите положить деньги и забыть. Вот, ну, я думаю, что вариант лучший будет, если вы доверитесь профессионалам, то есть управляющей компании, управляющей компанией открытия есть ПИФ-облигации, и они там уже точно знают, какие облигации брать, когда брать, как брать, то есть, мне кажется, это вариант лучший, я бы советовал вот этот вариант, он, ну, более гарантированно даст хорошую доходность и более высокую доходность, потому что там управляют действительно профессионалы, ну, которые в этом понимают, в облигациях, ну, если вы не доверяете, если вы хотите сами взять, там, потом продать какое-то, ну, пожалуйста, вот такая штука. Как купить фонд ПИФ-облигации, вы увидите в описании к данному видео, значит, там снизу мои рекомендации в открытии, на самом деле, и если вы там зайдете открыть брокерский счет открытия, но когда вы созвонитесь с менеджером, то надо сказать, что вы хотите, на самом деле, управляющий компанией ПИФ-открытие, он поможет вам в этом. Вот, ну, собственно говоря, вот все, что я хотел сказать, то есть, от 5 лет и дальше, на мой взгляд, стоит брать сроком погашения, я вам показал, как их выбрать, вот, ну, давайте я еще для тех, кто понимает, что это такое, могу показать таблицу, вот она, здесь, ну, да, я выбрал в таблице, опять же, напоминаю, что это брокер открытия, вот, здесь очень хорошо есть класс Мосбиржа, фондовый рынок, Т+, гособлигации, и там все ОФЗ находятся прямо в одном классе, то есть, это очень удобно, выбираем этот класс, вот, ну, и выбираем те параметры, которые вы видите, то есть, лот, номинал облигации, ну, вы видите, что практически у всех облигаций номинал в 1000, но есть, видите, облигации 1379, там, и так далее, то есть, у них разные номиналы, это облигации с амортизацией какие-то есть, там, ну, по-разному бывает, погашения, я отсортировал их по погашению, доходность, это чисто справочная вещь, она будет завтра определяться по цене аукциона, и, что там еще, минимальная возможная цена, это надо смотреть, какая минимальная возможная цена. Ну, дальше, значит, накопленный купонный доход, размер купона, здесь уже, ну, как-то, это справочно, в общем, главное, это доходность, на самом деле, у облигаций. Вот, длительность купона, значит, 182, это раз в полгода выплачивается купон, и здесь вы увидите, не увидите, по 90 дней, значит, есть квартальные выплаты купона, но это как раз на те, которые мы при помощи фильтра удалили, то есть, там, с плавающим купоном, они ежеквартальные выплаты купона. Вот такая история, я надеюсь, что это видео будет полезно для многих, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, подписка, вот, ну, а те, кто не понимает, о чем речь идет, как сформировать эту таблицу, как сделать, ну, я вам очень советую пройти курс биржи для чайников, ссылочку вы увидите прямо сейчас, или вот там, demetkov.ru, и там можно выбрать курс биржи для чайников, и там есть обучалка о том, как открыть брокерский счет, как установить терминал квик, как его настроить, там, все, 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 есть, вы точно совершенно будете в этом очень хорошо разбираться, то есть, отсылаю вас именно туда. Ну, я надеюсь, завтра выйти в прямой эфир и посмотреть, что же будет вот с этим купоном, поэтому до встречи буквально завтра, и там вы сможете в чате, наверное, задать вопросы, я постараюсь ответить на все вопросы, на которые смогу. На сегодня все, спасибо за внимание, и до встречи. С вами был Деметков Юрий. Удачи вам, не теряйте самообладание, все будет хорошо, все наладится в конце концов, все невзгоды проходят, и жизнь продолжается, надо жить, надо стараться жить, несмотря на все трудности, я понимаю, что сейчас всем трудно, но, тем не менее, сохраняйте спокойствие, насколько это возможно, ищите возможности, они есть, вы видите, и я вас уверяю, что те шаги, которые вот сейчас буквально вот в ближайшие времена вы сделаете, вот если вы сделаете какие-то инвестиции в ближайшие там, ну, месяц, буквально, я думаю, что где-то самый пик всего плохого будет где-то июнь-июль, вот, после этого я надеюсь на перемены в положительное направление. Так что, удачи вам и до встречи завтра. С вами был Деметков Юрий. Спасибо.